Планерное совещание при главе Славянского района – привычное начало новой рабочей недели. На нем обычно обсуждаются важные вопросы, от своевременного решения которых напрямую зависит жизнь и благополучие многих славянцев. На одном из таких совещаний побывала наша съемочная группа. Андрей Вишневский с подробностями. Василий Игнатов, исполняющий обязанности заместителя главы Славянского района, начальника управления жизнеобеспечения транспорта и связи, рассказал о готовности поселений к содержанию улично-дорожной сети в зимний период. Он подчеркнул, что нужно оперативно бороться с устранением наледи на дорогах, подготовив для этого необходимые технику и материалы. Заместитель главы района, начальник финансового управления Валентина Пахарь в своем выступлении осветила вопросы инициативного бюджетирования в 2021 году на территории нашего муниципалитета. Общий транш городам и районам Кубани в 2020 году на инициативное бюджетирование составил 240 миллионов рублей. Финансирование идет на обновление скверов, стадионов, установку детских игровых площадок и другое благоустройство. И получили его муниципалитеты, победившие в краевом конкурсе. И в Славянском районе поселение участвует в использовании средств так называемого народного бюджета. Что касается инициативного бюджетирования, здесь у нас в первую очередь по таким направлениям, как благоустройство городской среды, проведение культурных и спортивных мероприятий, обустройство объектов социальной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий и другое. То есть все то, на что идет наш бюджет. В будущем году такая практика будет продолжена. Глава Славянского района Роман Сенеговский сказал, что нужно активнее использовать открывающиеся возможности, чтобы сделать жизнь славянцев еще комфортнее. На месте ничего не стоит. Что-то меняется. Какие-то новые программы, новые возможности получиться в сей день. Мы везде должны поспешать, везде должны смотреть, быть первыми. Наша работа, она складывается вот по крупицам. Потихоньку, потихоньку. Где-то инициативно бюджетировали. Где-то вот тамаасана, два сельских поселения Петровска и Анастасийская на следующий год через развитие сельских территорий. Тоже есть зам, который поселит, да? Должен следить, чтобы эти поселения вошли в эту программу. Об участии в федеральной целевой программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» на 2019-2024 годы доложил заместитель начальника управления культуры Славянского района Дмитрий Решмет. Вошло в эту программу пять объектов культурного наследия. Это три наших поселения. Партовская, Очумская и Забойская. В текущем году был выполнен косметический ремонт объектов культурного наследия. Это Братские могилы. Благосостоятельно прилегающие территории на четырех объектах. В следующем году у нас входят по этой программе в ремонт Очума и Забойский. Следующий вопрос и пожелание заключается в следующем. Несмотря на то, что программа сверстана и бюджет утвержден, Министерство обороны планирует вновь этот вопрос побудировать на уровне правительства Российской Федерации. Программа содействует улучшению обустройства мест захоронения останков погибших при защите нашей страны, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, а также помогает провести ремонт и благоустройство воинских захоронений. И потому она нужна для всех заинтересованных в этом поселении. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин. Программа События.